Повязка на голову достаточно теплой и толстой нам для этого понадобится полоска вот этого велюра в зависимости от объема вашей головы если объем головы равен 58 сантиметров значит длина полоски должна быть меньше на 2 сантиметра то есть 56 и плюс 1 сантиметр на припуск то есть 57 сантиметров а ширина данной полоски у меня 23 сантиметра 23 сантиметра она будет складываться пополам и плюс еще где-то пол сантиметра с каждой стороны то есть минус 1 сантиметр у нас уйдет на подгибку на шов то есть ширина нашей повязки будет равна 11 сантиметров кроме этого нам понадобится небольшая резинка в данном случае у меня полтора сантиметра шириной и длиной здесь у меня 7 сантиметров для чего нам нужна резинка для того чтобы повязку можно было легко одеть чтобы она имела возможность растягиваться по голове дальше как мы ее прикрепим я вам расскажу позднее кроме этого я буду использовать вот такие цветочки из атласных олен я их уже приготовила мне их нужно будет потом сделать как декор на мою повязку что мы делаем сейчас нам нужно сейчас полностью сложить нашу повязку лицом вовнутрь вот таким образом вот так прострочить самую длинную сторону отступая по где-то полсантиметра вот этот шов и вывернуть нашу повязку полоску мы прострочили и вывернули вот таким образом она у меня теперь выглядит теперь нам нужно вот этот шов выбираем как бы лицо вот оно у нас будет лицо поэтому шов который у нас здесь он немножко должен идти вот на лице он не должен виден быть поэтому мы его как бы поправляем вовнутрь чтобы он здесь вот с лица не был виден теперь мы должны взять и немножко шов убрать вовнутрь где-то около около сантиметра вот примерно вот так шов видите у нас где-то на расстоянии где-то максимум 5 миллиметров с изнанки он у нас идет немножко подвернут теперь вот что мы должны сделать ищем примерно срединку вот здесь и сюда подкладываем нашу резинку вот и придерживаем ее и так вот с одной стороны мы пришили уже резиночку то же самое теперь надо пришить ее ко второй стороне справляемся подвертываем немножечко вот таким образом по центру примеряем где-то вот так должна идти резина резинка наша подставляем ее к центру еще раз примерно вот так она должна быть берем булавочку прикрепляем берем концы и вовнутрь немножко опускаем туда треугольничком один конец и то же самое делаем со вторым вот таким образом теперь берем булавочку закрепляем и закрепляем одну сторону отправляем все аккуратно берем вторую булавочку и закрепляем другой стороны и теперь вот это место надо прошить туда сюда и так вот посмотрим на нашу повязку два конечка они у меня сейчас разные вот посмотрите какой вам больше нравится мне больше нравится вот такой вот маленький пышненький очень похож вот этот краешек на такую небольшую сумочку достаточно объемные и интересные каким образом я его сделала то есть как бы вот этот край он у нас еще не доделан мы должны еще вот видите у нас остались два незаделанных края которые мы должны из них сделать небольшие такие вот складочки мы их просто берем вот таким образом сгибаем с одной стороны и потом с другой стороны и аккуратненько должны подшить подшить начиная вот здесь вот с краешку полностью подшить потайным швом до второго конца нашей повязочки делать будем это ниткой иголкой почему мы это не делали на швейной машинке потому что швейная машинка не возьмет такую толстую ткань обычная вот как бы машинка бытовая домашняя на ней такие вещи очень сложно сделать ткань сама достаточно толстая и аккуратно сделать на машинке не удастся поэтому отступаем прям от шва делаем буквально вот какие-то несколько ниточек и все практически в то же отверстие только чуточку чуточку немножко под углом пропуская где-то 1-2 ниточки дальше и вот таким образом мы должны только не вот так а именно вот чуть возвращаемся назад и иголочку и иголочку под углом в сторону как бы движения потом опять чуточку назад и опять иголочку в сторону движения на другую сторону получается такой незаметный шов потайной достаточно аккуратно соединяем полностью нашу вот эту вот складочку далее далее ведем вот дошли до резиночки и теперь сейчас немножко выведем нитку с иголкой и ее направляем вовнутрь прям вот до окончания вот до начала шва вовнутрь мы ее проводим вот и теперь следующую складочку собираем как бы ее внутренность немножко вот так туда утопляем и с этой же стороны на которую сторону мы вывели иглу мы с нее начинаем и подшиваем следующую часть складочка еще необходима знаете для чего потому что как раз вот где-то рядом будет находиться ваше ухо и оно должно хорошо быть прикрыто вот эти складочки они как бы еще прилегают к ушку и повязка будет сидеть достаточно хорошо как бы я уже такие повязки делала именно из такой ткани толстые да толстого велюра и я поняла что как раз вот края надо делать именно складочками даже если ветер будет вот это вот объем эти складочки они как бы тоже защищают наше ухо но это не бред это в общем-то проверено вот последний тяжок буквально должен быть рядом тут же мы его должны несколько раз скрепить три раза делаем узелок теперь смотрите берем иголку и вовнутрь рядышком прям вот с этим узелочком но ведем нитку вовнутрь где-нибудь ее вот в шве вытаскиваем сантиметра 3 вот вовнутрь прокладываем вот она у нас прямо у самой резинки прям под корешок ее обстыкаем вот что у нас получилось можем даже вот раскрыть как раскроется так вот таким образом будет выглядеть задняя часть то здесь как правило здесь будут волосы вот это вот видно не будет будет как бы на голове да вот лицо делать просто нашу повязочку прямой я не хочу я хочу сделать сделать ее в серединке здесь вот сборочку то есть это очень легко сделать сначала иглой превратить нашу повязку в чуму вот складываем пополам нашу повязку вот так она выглядит и вот аккуратненько раскладываем здесь вот чтобы все ровно было вот и сначала закрепляем накрепляем нашу нить вот и собираем по центру ниткой с иголкой проходим полностью от одного края до другого вот так теперь собираем центр вот как получается вы можете взять смотрите вот один край другой край вот нитка и вокруг еще обмотать один раз второй раз вот так и скрепить даже вот третий раз можно чтобы прочнее все было вот и закрепить нашу нить посмотрим что у нас получилось выглядит наша повязка это еще не окончательный вариант сюда нам нужно еще пришить небольшую полосочку которая бы скрепляла полностью нашу серединку такую полосочку мы выкраиваем из этого же велюра она у меня длиной 15 сантиметров 4 с половиной сантиметра мы ее складываем вот таким образом накладываем как раз по центру аккуратненько расправляя вот чтобы здесь лицо смотрелось очень-очень хорошо вот прикрыто переворачиваем на изнанку достаточно длинная можно немного укоротить все расправить аккуратно наложить вверх на нижнюю часть взять опять же нитку с иголкой и пришить аккуратно все по центру в данном случае здесь вот край я как раз вот приметаю чтобы наша полоска не окрутилась вокруг можно ее еще также закрепить не только как бы вот на полоску ну и на саму поверхность несколько стежков сделать закрепить эту полоску еще по изнанке самого полотна взять здесь немножко по центру пройти вот вышли схватить еще немножко кусочек опять провести по центру выйти немножко схватить опять по центру уже с краю здесь вот схватить и выйти с обратной стороны и то же самое сделать с обратной стороны вот каким образом выглядит моя повязка после того как я ее вот собрала по центру и сделала в виде вот такой челмы ну или даже внешне выглядит как огромный пант вот так выглядит это будет как бы лицо вот это задняя сторона она будет под волосами вот там видно видите как бы изнанка которая будет ложиться на волосы вот такая симпатичная повязочка у нас получилась ее она уже готовая ее уже можно носить но если вы хотите ее как-то украсить это будет у нас повязка к весне можно украсить ее какими-нибудь цветами или бисером или стразами это уже в зависимости от того кто каждый у кого какие идеи декора но даже вот в таком виде это очень красивое украшение на голову и как теплый головной убор на весну или осень а вот так выглядит повязка после того как я поместила на нее вышитый декор из атласных лент спасибо за внимание с вами была Ольга канонникова она и в и она здесь она мы это Продолжение следует...